На прошлом занятии мы с вами немножко познакомились с строением ДНК и слегка разобрались с тем, как устроена запись информации на древе. Последовательность разных различных оснований, которые в некотором порядке стоят вдоль молекулы, может обозначать последовательность аминокислот. Вот наша модельность. Вы попали в волшебный мир и стали владельцем некоторой суперкорпорации. Ваши сериалы есть по всему миру. Вы заряжаетесь гигантскими средствами, ведете огромную работу и так далее. И у вас возникает гениальный план, как победить всех конкурентов. План у вас сложный, большой, серьезный, видное время. Вот скажите, пожалуйста, запись этого плана. Вы будете держать у себя на рабочем столе, будете расклеивать по улицам, или вы с ним будете встречать в сейф самым надежным хранителем. Но если ваш гениальный план лежит только в сейфе и никогда из него не извлекаются, смогут ли ваши сотрудники, ну, допустим, исполнительные директора местных филиалов, осуществлять хоть какие-нибудь действия? Нет. Можно просто дать копию. Просто не будет всего плана в целом. Нет. Часть, которая касается именно этого филиала. То есть вы вынимаете ваши гениальные записи с сейфа, снимаете копию фрагмента и с посыльным отправляете в Австралию, в свой австралийский филиал. Значит, исполнительный директор австралийского филиала получает свою программу действий и начинает работать. Все понимаете? Да, тогда ребят, интересно. Примерно также организованы процессы информационного хранения и передачи в наших пленках. Главная информационная запись. Вот этот генеральный план, который содержит все. Хранится в сейфе, в надежном хранилище, которое как называют? Ядро. Ядро. Итак, у нас есть клетка. В клетке отгородилась область. Контроль за проникновением в эту область очень серьезный. И в этой области хранится запись общего плана. Здесь находится малюкова ДНК, на которой записаны все события, которые могут происходить в этой клетке. Как построить любую деталь, как провести любой процесс, на самом деле, что записано. Как построить биоп, который будет строить эту деталь. Как построить биоп, который будет контролировать этот процесс и так далее. Информацию только о том, как эта информация воспользуется. Кстати, а меграны витра будут ли пропускать фрагменты ДНК на улицу? Вы же не будете разбрасываться вашим гениальным планом стратегическим, да? Чтобы его все увидели. ДНК должно храниться здесь. Хорошо. Надо управлять событиями, допустим, в этой части плетки. Как это делается? С необходимого кусочка ДНК снимается копия. Но если снять эту копию, так откопировать, то есть построить другой кусочек ДНК. Меграна выпустит ДНК из клеток? Нет. Нет, меграна не выпускает ДНК из клеток. Поэтому копия снимается на очень похожее, но все-таки отличающееся вещество. Это вещество будет называться РНК. РНК. Рибонуклеиновая кислота. Судя из названия, чем РНК отличается от ДНК? Первой буквой. С химической точки зрения. Первая буква что обозначает? Какое вещество? В органике все названия значимы. Первая буква молеблии ДНК. Какое вещество? Дезоксирикоза. Дезоксирикоза. А это, смотри, просто РНК. А это простая рибоза. То есть в РНК другой сахар. В РНК отличается от ДНК, во-первых, сахара. В РНК безоксирикоза. В РНК простая рибоза. Второе отличие. Второе отличие. Немножко отличается набор азовистых оснований. Ну-ка, давайте вспоминать, какие азовистые основания характерны для ДНК. В РНК не бывает темина. Вот это вот набор характерно для ДНК. Как будет в РНК, что вы говорите? В РНК А от имени 10. А место темина достаточно похоже, но другое вещество. Называется оно урацин. И обозначается буквой ДНК. Да, именно так. И обозначается буквой ДНК. В Аниме стоим тут, то есть на самом деле отличается РНК только вот этой пары. В РНК не бывает темина, вместо него стоит урацин. Если урацин стоит вместо темина, то с каким нуклеотидом он может обрабатывать комплементарную связь? С аденином. Отлично. А вот теперь, теперь такое упражнение будет. У вас есть кусок ДНК последовательности. Итак, вот у нас исходная ДНК последовательность. Адемин, адемин, клюмин, цитадин, цитадин, семин, урацил, адемин, адемин. Что? Что? Гуанин. Так, гуанин, гуанин. Вот такая исходная ДНК последовательность. Две задачи будут. Посмотреть, какую ДНК-копию можно собрать на ней. Копия, но тоже ДНК. И посмотреть, какую ДНК-копию можно собрать исходя из этой последовательности. А копия обратная? Копирование всегда ведется на комплементарной основе. Что такое комплементарный принцип, мы с вами говорим. Комплементарную копию от негатива? Конечно, комплементарная копия от негатива. Конечно. Итак, вот у вас исходная последовательность. Составьте ДНК-копию и РНК-копию. В этих задачках ничего сложного нет. Надо быть просто внимательным и записывать одну букву точно против другого. Так? Потому что стоит вам слегка сместить запись, и вы получаете что-то узнаете. Вы смотрите на вашу ДНК-копию, вот на это, и РНК-копию, вот на это. На самом деле они отличаются только одним моментом. Только одной вещью. В РНК вместо тимин стоят в рационе. Ну, значит, не бывает тимина в РНК. А так ДНК и РНК-копия, в общем-то, совершенно сходны. Потому что все остальные принципы комплементарности остаются прежними и рабочими. РНК тоже в войне избирает? Словно. Опять вы прыгаете с разными прыжками. Мы же только начали возиться с РНК. Мы немножечко научились строить РНК-копию на основе ДНК. По-васшему, эта реакция идет сама по себе или контролируется своим ферментом? Ферментом. Это один из важнейших ферментов, который есть в любой клетке, за исключением одной группы квази-живых объектов. Этот фермент будет иметь длинное название. ДНК-зависимая РНК-синтетаза. Синтетаза. Ребята, такое окончание все ферменты оканчиваются. Синтетаза. Это что за фермент, который какой процесс вести будет? Синтез, синтез. Вчера я говорю, в молекулярной биологии и биохимии все названия говорили. По одному названию этого фермента можно тут же разобраться с его работой. В зависимости от ДНК, что строит этот фермент? Что он снижает? Не из ДНК, а на основе. В зависимости от ДНК. Это понятно? А из чего он строит? Из мономеров РНК, которые здесь летают вокруг. Вокруг зону синтетизма. И деньги с нами? В результате, как процесс выглядит? Откопировали ген. Построили РНК-овый слепок с геном. Как на вашем вот такой РНК-овый слепок? Мембрана витра выпустит? Да, его выпустят. Есть специальные белки, которые пропускают вот эти РНК-копии. В результате РНК-копия выброшена к стоплазму. И ушла в зону синтеза. Вот сюда. Здесь синтезирующая система. Представьте себе такого маленького робота, который управляет синтезом белка. Но для своей работы этот робот должен иметь программу синтеза. Вот эта молекула РНК является программой, которая включается в этого робота. В данном случае робот это не фантастический гаишник, а это вполне себе реальная деталька клетки. Которая есть у всех клеток без исключения. Ну, родственного робота в данном случае не используют обычно, а говорят про молекулярный автомат. Это совершенно официальное название. Еще раз. Абсолютно у всех. Если есть клетка, то такие молекулярные автоматы обязаны быть. Потому что без них белок построек просто нет. Еще раз. Конечно, есть. А у вирусов нет, вирусов нет клетки. Вы пока просто не понимаете, что такое вирус. Вирус на самом деле это сбежавший кусок генома. Он просто сбежал из клетки и все. Перехватив кусок клетчаток образования. Некоторых. Вот такая РНК будет иметь свое название. Вот теперь можно немножко посравнивать ДНК и РНК. Мы с вами указали на первые два отличия. Первое отличие РНК ДНК. Это то, что у ДНК в основе лежит это дезоксирибоза. Другой сахар. Первое отличие. Второе отличие. У РНК нет тиамина? Нет. А нет тиамина. Второе отличие. Отличие это небольшое, но их хватает для того, чтобы РНК в клетке не образовывало двойную спираль. Молекулы РНК в клетке не притягиваются друг к другу, как правило. А два будет по одиночке. И так в норме РНК не образуют двойную спираль. РНК остается одноцепочечная. Одна цепочка. Но, значит, можно сказать, что это условно. Дело в том, что за последние 15 лет нашли в клетках и двухцепочечную РНК тоже. Но это уже настолько высокий плотаж, что в этом году мы эту тему затрагивать просто не будем. Мы выбираем обычный классический случай, когда РНК остается одноцепочечной. ДНК, она наверняка двойная спираль. Если РНК, а динарная цепочка. Законено. Хорошо. И третья вещь, очень важная. ДНК используется только для хранения информации. Вот это. Здесь записаны последовательности, записаны гены. Только для хранения информации. Никаких других задач в ДНК нет. Но эта задача не просто важная. Она самая важная. Убери эту информацию и все, все здесь потеряло порядок. Потому что креста лишилась информации о том, как строить нужные белки. Нет нужных белков, нет управления над процессами. И все начинает двигаться согласно какому закону? Хаотично. Хаотично. Просто за счет температурного движения. Весь порядок разрушен. А это значит, определяется такое состояние одним словом. Каким словом? Хаос. Смерть. Хаос для жизни равнозначен смерти. Жизнь – это порядок. Как только порядок нарушается, все приходит. Да. А из-за конхаотичного движения? Вы такое слово «статистика» слышали, как говорите? Да. Я слышал. Вы молодцы. Так вот, учтите. Если вы дальше в жизни своей не пойте на пуду, не станете младшим менеджером по продаже босоножек, то в работе любого ученого, чем бы он ни занимался, без представления о статистике обойтись невозможно. Даже сама науча? Абсолютно все. Науки без статистики просто не существует. В частности, статистические методы как раз позволяют работать с беспорядком. Позволяют исследовать хаос. ДНК в любой клетке используется под одну заточку – хранение информации. Это вроде хард-диска в вашем компьютере. РНК. А РНК используется для методов нескольких разных задач. Первый вариант, который мы здесь с вами изобразили, который является просто копией темы, будет называться информационная РНК. И РНК. Такая задача только в русском языке. В русскоязычных работах такие молекулы будут называться и РНК. Скажите, как по-английски будет звучать записка, послание? Мэссендж. Мэссендж. В англоязычной традиции такая РНК будет называться мэссенджер. Передача послания. Поэтому в англоязычной традиции этот тип РНК определяется как мэссенджер. Мэссенджер. Каждая рибосома состоит из полутора десятков молекул белка, строго определенных белков, и особой РНК. Такая РНК, как и будет называться, рибосомальная РНК. Р. РНК. Р. РНК. Рибосомальная. Как по-вашему? Р. РНК будет отличаться от МРНК? По длинной цепи запросто. У них разные задачи. А я не про задачи, а про строгие. Сколько разных МРНК может быть, допустим, в бактериальной клетке? Нет. Не бесконечно, строго определенного. МРНК. Что такое? Как называется та часть ДНК, которая скопирована? Что на ней было записано? ДНК. Не белок записано, а программа построения ДНК. Согласны? Как называется кусочек ДНК, на котором записано программа построения одного типа белка? Как называется тот фрагмент ДНК, на котором записано программа построения одного типа белка? ДНК, на котором приплетным кодом записана информация, необходимая для ген. Ген – это фрагмент ДНК, на котором приплетным кодом записана информация, необходимая для построения одного типа белка. Чем отличаются друг от друга разные белки? Пожалуйста, не говорите мне о свойствах их взаимодействия с другими веществами. Любая молекула белка из какого разнообразия аминокислот может быть построена? Из 20. Любой белок отличается от любого другого белка. Чем отличается? Последовательностью аминокислот. Последовательностью аминокислот цепи. Эта последовательность аминокислот цепи, другими словами, как называется? Первичная структура толка. Если вы взяли аминокислоты, соединили в определенном порядке, а дальше он вмешивается не надо, что произойдет с этой цепочкой? Дальше она сама свернется в спираль. Какие силы ее свернут в спираль? Образование водородных связей, молекулярное движение. А после того, как она свернулась в спираль, если у вас есть вот здесь и вот здесь взаимодействующие артикалы, что произойдет? Спираль начнет свертываться в лобу. Форма в лобу, от чего будет зависеть? Просто от того положения, где стоят эти артикалы. Если вы взяли и переставили эту аминокислоту в другую позицию, Форма глобала осталась прежней или изменилась? Переставили радикалы в другую позицию. Изменилась форма глобала. А если форма глобала изменилась, свойства, химические свойства, взаимодействия белка, остались прежними или изменились? Изменились. У вас другие радикалы на поверхность. Все. Так что, народ, для того, чтобы создать белок с определенными свойствами, достаточно запрограммировать одно единственное событие. Какое? Последовательность аминокислот. Все свойства белка, все возможные свойства белка определяются последовательностью соединения аминокислот. Точно так же, в русском письменном языке, вот вы пишете слова. Смысл того, что вы написали, чем будет определяться? Последовательность как будет? Последовательность у букв. Можно ли взять, переставить букву в слове и рассчитывать на то, что смысл останется прежним? Нет. Как правило, нет. Бывают слова перевертыша, которые можно читать, допустим, зеркально, но это рептишно. Ровно так же и белочек. Пока первичная структура остается постоянной, вот у вас есть набор форм, которые эта молекулу может принять. Хорошо. А каким образом уточнить свойства белка, вот я взял, синтезировал некоторые белки, создал некоторую первичную структуру, да? Вот этой молекулой может быть, помещено, полтора десятка разных и очень часто, кстати, взаимоисключающих свойств. Как уточнить, какие свойства данная молекула в данный момент будет проявлять? Первичная структура не может это дело определить. Как будет конкретизироваться свойства белка? Я создал белок, который может быть ферментом. Значит, что он обязательно в данный момент является ферментом. Нет. Нет. Как уточнить? Еще раз. Не будет. Воду кинуть. Во-первых, разумеется, в голову. Потому что все свойства белков проявляются в голову только в головных раз в голову. Вурашки, согласны. А еще? Погласить условия, нужные условия, чтобы... Разумеется, нужные для активной конформации. Ведь каждая молекула от стертичных и четвертичных долгов может находиться в одной единственной конформации. Или в зависимости от условий может менять форму клубка. Может менять. Клубок одно не может иметь одни свойства. Вы изменили условия, а клубок перемотался. И получили новые свойства. Новые свойства. Инспектор свойств определяется первичной структурой. А тонкая настройка свойств особенностями условий внешней среды. Вот видите как? Прямо как с гитарой. Можно настраивать. Единичная молекула, свойства которой подлежат настройке. Хорошо. Чем один белок отличается от любого другого? Последовательность соединения аминокислот. Либо, иначе говоря, первичной структурой. Чем одна ИРНК отличается от другой ИРНК? Последовательность аминокислот. Одни и есть аминокислоты. Последовательность аминокислот. Последовательность аминокислот. Последовательность аминокислот. Этих? Мономеров. Каких? Ну. Называется там как? Урация. А переменных? У них название есть. Ну, Урация. Тут не Урация, а Урация, да? Урация. Так, вы назвали мне только одну переменную. А все, как называются все вместе, мономеры нуклеиновых кислот. Кодон. Кодон. Кодон, это развеатин мономер? Кодон. Муклеотиды. 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 Ребята, слово надо запомнить. Итак, одна ИРНК отличается от другой ИРНК последовательностью муклеотидов, из которых собраны кодоны, а значит самими кодонами, последовательностью кодонов и так далее. Хорошо. Ну и наконец, третий, последний тип ИРНК, с которым мы будем иметь дело. И на самом деле, как это ни странно, именно он самый главный. Именно он будет в конечном итоге определять возможность строения ИРНК. Вроде бы, на первый взгляд, задача у него такая служебная. Называется такая ИРНК будет транспортная ИРНК, ТРНК. И задача у него скромная, вроде бы, ТРНК залавливает аминокислоты, то есть молитву ТРНК присоединяет к себе аминокислоты, которые находятся вот здесь, в растворе, и привозит их к ревосору. ТРНК будет ввести сбоку белка из аминокислоты, а ТРНК подвозит аминокислоты. Привозит детали, с которых ревосору строит белочек. Вот ребята. При том, что задачка выглядит как служебная, на самом деле, именно ТРНК все определяет. На этом основу биохимии мы с вами завершаем. Начиная со следующего занятия, вступаем уже в другой мир. Начинаем уже не химические вещества исследовать, а живые. Мы начинаем возиться с наукой о клетках. Кто знает, как называется наука, включающая строение и работу клеток. Уже не веществ, а живых существ клеток. Цитология. Итак, в следующий раз у нас с вами первое занятие по цитологиям.